Вот идея насчет подготовки политрухов, да, военные, почему бы нет, если есть монетары составляющие, почему бы нет? Значит, такая монетарная, у нас мы хотели открыть специальность, это психология служебной деятельности. Прекрасно. И на ее базе, как раз под военных, создать военную учебную специальность, чтобы, так сказать, готовить именно людей, близких к вот этому направлению, типа политрух. Психологию мы создали, значит, и все за точка была в основном под это. С военными пока не можем договориться. Давайте запишем, будем договариваться. Давайте объясним, да? Мы считаем, что немножко генашкопий. Что значит, что не важно в офис? Получается, на рычках не ваш, в офисе не военный, да? Случайно, не ваш, в офисе. Нарызкин закончил боеприпасы. Ну, хорошо. И когда он приезжал к нам, он сразу сказал, вот я долго изучал такое, а там спереди каких-то контактов. И вы привезли секретный плакат, он тянул, где они находятся. Понятно. Сразу, ну, как вы видите. Нет, давайте готовим эти, кто же идет. Не помнит, но мы ему, ну, остаточные знания очень крепкие. Я не скажу, тренировок, взрывника. Вот будет страшно, если будет комитарный, вот готовить какой-то другого кляра. А вы мягкие, вот это будет страшно. Мы на джинском заводе. Я не понимаю, что надо подумать. Потому что нас все время в футболе говорят, что вы занимаетесь своим ремеслом и не распыляйтесь. Не распыляйтесь. И это правильно? Зависть, зависть вам. Черченая зависть, потому что вы можете все. Нет, вы все не можете. В том же вопрос, он говорит, не распыляйтесь. Ну, что значит распыляйтесь? Так это, вы готовки кадры для, просто сказать, техновей, оборонки нормальной, а там. А в своем команде вы ставите, там решение, сколько, да? Ну, есть нюансы, я просто говорю. Не распыляйтесь. Хорошо. Здравствуйте. Не заживайтесь. Можно предложить перестать немножко с вами? Можно. Пункт 3. Какая должна быть у вас в классе расследования в субъектах на рассмотрение предложения по включению мероприятий в программу? А, отлично. На правильное рассмотрение. Это будет лучше сразу, да, да, да. Да, да, да. Причем рассматривать сельсообразность. Да, да, да. На рассмотрение предложений, да, да, да. Да, да, да. Это предложение рассматривать. Да, на рассмотрение предложений я, дальше по тексту, да? Да, предложение в программу. Причем рассматривать. Да, да. Логично. Причем рассматривать. Причем рассматривать. Решение. Нормально. Нормально. Ну, мы еще почитаем, так сказать, на свежую голову. Да. Может кто-то еще прищет там. Да. Причем рассматривать. У нас дело в том, что нам действительно сытятся сейчас задания, разработать какие-то то региональные стандарты, о которых никто не может рассказать, что это такое. Региональные стандарты, если она нам образована. Ну, еще не можем в федеральном этапе... Ну, отдельно какие-то программы подготовки для ОПХ. Что, вот у нас, ну, на самом деле, я могу исток сказать, дискульминатор Марков попытался разработать программу подготовки кадров для судостроительной области. Уже у нас запросили потребности для судостроительной области, комитет по образованию анализировал долго и уходно и написал нам свой анализ. Это, наверное, комитет по образованию науки. Максимовский, да? Нет, нет, нет. Или по образованию. Нет, нет, нет. Марков просто не хрустил. Нет, нет, нет. Смотрите, как комитет по образованию анализировал? Комитет по образованию... И науке? Нет, нет, нет. У нас отдельный комитет по образованию. Я знаю, что отдельный комитет есть. Науки в нашей школе. Да, я знаю, да, да. А по образованию, то есть же комитет, он... что мы проанализировали объем выпуска и объем с лесами значительно превышает а выпуск механика судостроителя наоборот недостаток вот когда такие анализы приходят хочется говорить а может быть мы все-таки будем купить подходить и не будем вырывать и а тем более что вообще не очень понятно но везде Я даже не знала, вы говорите по образованию, значит, объяснять, что средствам требуется, извините, искорения, если наказа практически не уходна, а механизм искорения требуется только самостоятельно. Или здесь только, конечно, объяснять это аналитикам. Сейчас мы подготовим для УПК, и будет как-то сказано, что там УПК выберет лучше, а остальные пойдут в гражданские специальности. Лишний институт, который мы подготовим для УПК. Возможно ли вообще подготовка УПК в отдельности для какой-то отрасли? Да, институт ли это подразумевает? С одной стороны, как-то почему-то заостряются. Давайте просто за ним накапливать готовку карточки для принятия УПК. А с другой стороны, когда берифеты на университетной школы, мы будем спросить, а сейчас нам предложить вашу программу. Предложить условия контрольных цифр приема, в том числе для УПК. И то-то-то-то, в том числе для УПК. Если оно в том числе, может быть, и не стоит тогда говорить, что надо опять какую-то программу создавать? Если оно в том числе для УПК? Здесь всегда есть государственные, допустим, отрепленные задачи по выпуску главного УПК, которые должны подпитываться программами. дополнительные финансированные программы. Мне так кажется. Хорошо, все финансировано. А? Все, давайте финансирование уперлось. Я думаю, что все финансировано. Вот именно. Почему мы говорим, что нам очень нравилась программа, и сейчас она так немножко дышит. Это 80 плюс 20. Помните? Что значит помните? Мы даем по этой программе, мы даем субсидии коммерческих предприятий, но много лет подряд. Они стали поменьше. Они поменьше стали. Она, кажется, закончилась уже. Не-не, она не кончилась. Она не кончилась. Она продолжает. И денег с каждым годом все больше. Просто, так сказать, так вот она... Нет, не вот так, а вот так. Вот она идет. Денег все получено. В этом году 17 миллионов раздали предприятия. Сколько? 17 миллионов. 17 миллионов. А когда начиналось, наш бус получил только 15. Ну, это программа. У нас тоже есть программа 20-80. Мы финансируем промышленные предприятия, которые обучают свои платы. Значит, там, да, да. Это по программам ДПО. Когда предприятие, значит, сначала, когда оно получало 80%, то все вместе перечняло бус. Потом по выполнению программы ему компенсировали. Сначала он тратилось на свои деньги, и когда все подписано, проверили, то ему компенсировалось 80%. Да. Это мой проект. Да, это сейчас есть. Сейчас есть. Но, на мой взгляд, эта программа немножко сбавляет обороты по финансированию. Нет? Вы имеете 15 миллионов? Нет. Я вам позволю. Только вы не могли это получать, потому что это промышленные предприятия получают. Нет. Мы имеем в виду, что в результате это оно с нами рассчитывает предприятие. Сначала оно за свой счет все делает, а потом... Я еще раз говорю. Благодаря этой программе мы получили тогда, так сказать, дополнительную прибавку к программам ДПО в размере 15 миллионов в первый год. то есть имеется в виду, что было много предприятий, и они оживились только потому, что им, так сказать, была возможность получить по этой программе, если они выиграли, так сказать, вот, и показали себя с хорошей стороны, так сказать, и программа была хорошая, вот эти 80%. Если бы этой программы не было, то и этого бы наши договоров на программы ДПО тоже выделили. Предприятие просто вот сейчас замри, и ДПО замрет тоже. Вот сейчас эти, сначала президентская, и сейчас вот федеральная программа повышения квалификации, там 50 и 50. У нас по-прежнему 80, потому что уже подано на последнюю заявку Ну это же предприятие совместно с ВУЗом, понятно, так сказать. Ну, как-то у нас. Более, да. Там же все уровни, так сказать, вот ДПО присутствуют в повышении квалификации. Ну вот, значит, ВУЗовская составляющая стала поменьше. Видимо. Я смотрю со стороны, так сказать, вот, финансирование ДПОшник программ, которые реализуют ВУЗы. Просто у нас как-то немножко, хотя все партнеры остались стратегически. Силовые, да. Силовые машины, Климов и Арсеналы, Обуховский, вся вот эта вот, весь спектр, который у нас в базовой кафедре и давнее сотрудничество. Вот. Ну, это вопрос, больше, так сказать, к нам. Значит, где-то мы, наверное, не дорабатываем в последние времена. А в качестве вопроса все хотела. Можно услышать ответ? Как Вы считаете, рационально делать программу подготовки кадров вот с какой-то узкой направленностью, или все-таки нам нужен быть комплексный подход? А что такое тогда комплексный подход? Значит, это у них цена... Потому что, в Советском Союзе считали не только, ну, грубо говоря, не в ад, не в ад, не в ад, не в ад. А можно и в ад? Не в ад, не в ад, не в ад. А можно и в ад? Потому что, дальше, инженеры-проектировщики все равно пойдут. Если будут их подготовить столько-то, они все равно пойдут туда, где больше платят. Что это, не в ад. Где больше? Наверное, все-таки есть специфика подготовки, извините, наверное, есть все-таки специфика подготовки слесаря, инженера, проектировщики, инферниропостроф, и прочее, для отраски, и наоборот, и для отраски гражданцев. Главное, для московного межинства. Поэтому, наверное, просто-напросто наши коррели считали, не тексты. Считали всех. Они будут считать тех, кто ориентирован, извините, в школу. Вероятно, это просто не умение реализма. Значит... В колледже готовят? В колледже готовят, если человеку. Его готовят на определенное рабочее место. А не так, чтобы можно было его использовать. Забивать гвозди где угодно, на любой даче, на любой стройке, или, извините, собирать воду. Всегда есть специфика подготовки. То же самое есть в оборонном комплексе. Нельзя готовить инженера, который пойдет выпускать простую продукцию, инженера, который будет делать обвините головки с обувью. Есть разница. Существенно. Поэтому, если комплексная и единая программа нужна, в программе должна быть очень четкая ориентация на определенные предприятия, вот это, например, наша специальность. Вот тогда тех предложения, которые будут направлены в оборудовании субъекта, вообще хотелось бы увидеть именно эту специфику, потому что не было каких-то... Вы знаете, эту специфику 5,5 тысяч. На 5 лет эту специфику, чем для этого решения, наверное, почистить эту специфику. Здесь мы находимся где-то между двумя эпохами. Первая эпоха – это до 1980-го года, система распределения. Когда было понятно, четко, понятно, для кого мы готовим. И здесь вопросов даже не вызывало. Там программ не было ничего, было просто стабильное финансирование, которое было достаточно. Вот приезжали представители предприятий и забирали себе, так сказать, по мере, опять же, значимости и важности лучших студентов. И здесь само собой, так сказать, все организовывалось, самонастраивалось. То есть, вот, в важности предприятия, в его значимости, и студент выбирал именно его, там, лучше. Система наша, так сказать, на руку, система распределения, вообще ничего не было. Вот тогда была обезличка и какая разница, для кого готовить. Потому что мы поняли, что так нельзя, и стали реанимировать в какой-то степени вот эту целевую подготовку. Стали появляться вот эти... Сначала целевой прием, целевые договора, там, с 95-го года постановление действует. А потом, видите, вернулись даже гособорон заказы. И вот это еще раз говорит, что вот это не надо отделять. Ведь сейчас куча предприятий разных форм собственности. Пожалуйста, пусть они платят. Но причем здесь государь именит, так сказать, вот, государство. И вот эти программы, они как раз должны быть направлены на приоритетные образы, которые надо дополнительно финансировать и поддерживать. Поэтому вот здесь без целевой инфекции никуда не идти. Можно еще вот добавить чуть-чуть? Слушайте, просто здесь вот все звучало вот там. Вот здесь четко надо понимать различия уровня подготовки. Высшее профессиональное образование, но строго специально. Вот правильно что вы сказали. А так далее вот я бы 6 лет директором Центру подготовки кадровых жестких заводов. Наш центр был залецензирован на подготовку 143 рабочей профессии. Даже газета про нас написала. Потому что ПТУ – это чисто социалистический проект. И он закончился социализм, когда рабочего готовят и так далее. А начиналось все это с ПЗУ, которые относились к заводам. И на заводе, на большом, конечно, крупном, ту рабочую профессию, которая там у него есть, да, элементарно можно подготовить. И даже лучше, чем в ПТУ. Потому что в ПТУ там Компинская страдала. Вот у нас уже давно таких станков нет. Потому что по социализме жесткий завод в ПТУ направляли. А потом у них так все и осталось. И они там неизвестно чем занимались. Вот юристам, экономистам или там этих секретарь допускали. А мы продолжали, потому что у нас станки и все. Поэтому рабочей профессии, мне кажется, из-за скобки надо вывести. И дать возможность крупным заводам вот это вот развивать и поддерживать. Потому что там тоже есть проблемы. А вузовская подготовка, она всегда специальна. Здесь действительно программы вот или для этого, или для этого. И когда мы принимали в ЦКП, я лично там работал, для этого тоже помощником, главного конструктора, по персоналу. Приходят, значит, вот с того же завода и вертолетные двигатели. А мы говорим, нет, вы знаете, вы что там конструировали? Он там уже поработал пять лет, им тогда не платили. И вот тогда, ну я вот это вот делаю. А мы готовим разбручно-закрученные машины, а у нас другое и так далее. То есть это очень все специфично. И то, что такой крупный вуз готовит для оборонно-профессионного комплекса, который сейчас на подъемке, слава богу, да, он нужен. Это большое, так сказать, сохранили вот их достижение. И говорите им, давайте они еще для чего-то будут готовить. Это не нужно. Пусть они готовят для Волшака. Что вы говорите? У меня подрядник еще. Это из города Толомна славный. Родина Илья Николаевича. У тебя шикарный город. Там есть ЧКБ машиностроение. Вот сейчас выпускают знаменитые «Искандеры» оперативно-технической ракеты. Так вот, значит, в 2000 год коммерческие предприятия там разной фотосболской формы, ну, большие, маленькие и так далее, пишут. Нам нужен инженер. Требования. Стаж работы в КВМ не будет. А вот наоборот не получится, так сказать, вот, особенно в КВМ, там, принять кого-либо. То есть специализация – это, ну, невозможно. Потому что человеку надо дополнительно… Вы понимаете, что вот всегда сейчас даже в аккредитационных показателях ВУЗа и при лицензировании смотрят первичное образование. Почему? Потому что вот что заложено сначала, вот легло на чистую почву, то и самое крепкое, когда он не выпьешь, так сказать, вот эти навыки. Вся переподготовка – это уже, так сказать… Необходимо, а вторичное. Ну, вот это всё хуже, это вторая производная. И вот в этой части вот положить на свежую почву вот эти хорошие знания, так сказать, вот что пытаемся, это вопрос принципиальный. И для вот приятных тоже. Вот взять, допустим, вот эти ВУЗы, значит, где оборонка есть, а сейчас системы распределения нет. ПЕД, МЕД, Политех, сельхоз. И вот педики, медики и сельхозники работают… Это вот специалисты с высшим образованием работают в ОПГ. Вот на этих производствах, так сказать, в КВ сидят и так далее. К нам обращаются из Кирова, АВИТЭК, тоже Алмаз АТЭИ. Проведите подготовку, так сказать, вот собрали вот группу и говорят, хоть, так сказать, ну научите их. Мы говорим, мы их научник научим, но это не первичка, это не основная образовательная программа, это уже второе образование. И что в него вбито, как он посетил, очень трудно уже его, так сказать, вот получить то же самое. Но это, как бы, для основной массы. У меня было мое впечатление, как человек, который в системе образования очень давно работает. И не зря, вот я говорю, у нас сейчас у преподавателей многие кафедры, говорят, так сказать, вот тут приезжал эксперт, не, значит, замечание написал, что у вас не за ответствие. Первичное образование, допустим, закончил отделение истории в университете. А доктор экономических наук. Вот то, что он доктор, первичку покажи. Почему-то, вот, так сказать, это вот бытует такая вещь. И на практике то же самое. Поэтому вот эта специализация, а сейчас вот эта программа кадровая пока, она еще более, так сказать, глубоко направлена на то, чтобы садаптировать на рабочие места. А вот поли тогда защитник делает, то надо просто размазывать по всем вузам и увеличивать финансирование, так сказать, и больше ничего. Если его так уже понимать. Нет, опыт же есть сейчас, до сих пор, по моему вузу, я сейчас, вообще я не могу сказать, то есть, это самое, досконами. Приходит, человек с высшим образованием. Первая жена написана, менеджер. Я говорю, вы менеджер какой? Он говорит, я менеджер. Вот когда приходит с Герцена, там все его жители. Менеджер, буровой, профессионал. Понятно там. Менеджер по продажам. Понятно. Менеджер. Менеджер с каким вопросом? Широком кофе, то есть, населки масел. Хочу, если я конструктор буду продавать, там менеджер, там продукцию что-то готовить, рисовать. Хочу, там продаю, хочу, конечно, просто занимаюсь. Хочу, кадрами, хочу, там еще учебники. Хочу рисков. Вот не знаю, у вас остался или нет, честно говоря. Я могу сказать другое. У нас из выпускников Уильвеха пять высокопоставленных священнослужителей. Проректор Финека Максимцев, проректор Вагановского училища, так сказать, там пописать. Вот и так далее. А вот наоборот почему-то не получается. Я вообще руководство Роскосмоса, выпускника Уильвеха. Было бы классно. Руководство Роскосмоса, руководителем, выпускника Уильвеха. Было бы хорошо. Было бы хорошо. Ресо. Нет, ну с первой день. Нет, ну не было. Есть пример, было бы, записать решение конференции. У нас решение конференции обсуждать. Дху-ха-ха-ха. Нет, записать решение конференции. Я взводу, что они не дадут желать. Я взводу. Я все просто models на остатки. Я хочу, все нормально. У нас дело, смешно. Ну, значит, ректор Ольфинека — это правильно. Я хочу сказать, вот на самом деле мы все знаем Асояна Шушенса без, что там происходило, там трагедия, авария была серьезная. И вот как раз стоял вопрос, я разговаривал с человеком, который занимался этим развеем, я просто был поражен, когда менеджментом станции занимались лыжи, которые вообще никакого технического образования, которые даже не представляют, что нужно вовремя делать обслуживание, вовремя останавливать. И вот здесь как раз я думаю, что если человек получил техническое образование, а потом он получил бы экономическое и другое образование, вот здесь бы такой трагедии нам не было, как фактор, о чем мы сейчас говорим. Субтитры сделал DimaTorzok